Ребята, всем привет! В этом базовом курсе мы сегодня поговорим про разделительные слои или, как их еще называют, подкровенный ковер. Сейчас я вам выведу скрины европейских норм про разделительные слои. Вы, пожалуйста, поставьте на паузу, прочитайте это все, и потом мы с вами уже продолжим более детально их рассматривать. Как вы поняли, все разделительные слои делятся на некоторые типы и для чего они служат. Именно. Для каких типов она делится? Это диффузионные, битамосодержащие, структурированные или ОДМ, объемно-диффузионная мембрана, шумопоглощающие и полимерные. Для чего служат разделительные слои? Защищают нижнюю сторону металла от вредного воздействия щелочей и возможного вредного воздействия средств огней биозащиты. Второе. Защищают обрешетку от влаги во время строительства. Третье. Улучшают звукоизоляцию. Четвертое. Улучшают скольжение кровельных картин, вызванных температурным воздействием. И пятое. Предотвращают попадание конденсата на обрешетку. Ребят, ну и всего этого можно сделать такой вывод, что разделительный слой носит рекомендательный характер. То есть, если у вас обрешетка не пропитана какими-либо средствами огневой биозащиты, которые могут вступить в реакцию с металлом, то в принципе разделительный слой не нужен. Но, ребята, я хочу с вами поделиться одним примером. Когда-то, в прошлом, была сделана кровля фальцевая. Система здесь была межтропильное утепление, контрабрус, обрешетка и фальцевая кровля. Сам пирог был сделан хорошо. Пароизоляция, утепление там было 250, хорошая мемрана, контрабрус, обрешетка. Центральный вен-конек был. Вот. И в какое-то время туда решили поставить мансардные окна. То есть, в скаты с двух сторон для лучшего света решили врезать мансардные окна. С двух скатов. И какого уже было удивления, когда начали вскрывать, что с одной стороны ската, когда начали разбирать, там сделано, получается, нарисуем стропила, утепление сделаем межтропильное, пленка лежит, контрабрус, разряженная обрешетка, фанера, разделительный слой битумосодержащий и сверху фальцевая кровля. То есть, когда вскрывали участки крыши и когда поднимали металл, то под металлом во всей конструкции было сухо. Не намекан ни на конденсат, ни на что. А с другой стороны, видимо, не хватило денег на то, чтобы постелить фанеру, влагостойку и разделительный слой. Либо по каким-то другим причинам. То есть, на второй стороне ската была сделана разряженная обрешетка, но не было ни фанеры, ни разделительного слоя. И, как вы можете наблюдать, то, когда начали поднимать картины, там на этом металле очень много наледи. Это, по сути, тот же самый конденсат. То есть, и почему это произошло? Что же повлияло на такой обильный, скажем так, конденсат? Потому что налить – это и есть конденсат. То есть, когда у вас сделан пирог, контрабрус, обрешетка разряженная, мы говорим, да, и сверху сделал металл, то когда идет забор воздуха для вентиляции, да, подкровельного пространства, он проходит и должен идти вен конек, выходить из вен конька, циркуляция воздуха, то, естественно, когда попадает воздух, а он влажный, то он конденсируется на металле, то есть на поверхности металля. И из-за этого, как вы видите, видели на фотографии, образуется налить, это зимой. А, соответственно, если летом, утром или вечером, да, вот, образуется вода. Поэтому, если использовать сплошной настил под фальцевую кровлю и разделительный слой, то возникновение конденсата практически невозможно, что вы могли видеть и на этих фотографиях. Поэтому, как было выше сказано, применение мембраны разделительного слоя для фальцевой кровли, то, что она защищает от конденсата и попадание конденсата на обрешетку, именно вот в этом случае. Посмотрите еще вот это короткое и маленькое видео, и дальше я вам скажу, что там произошло. Как вы видите в этом видео, когда коллеги в Латвии снимают кровлю, и там очень много воды, что на обрешетке, что на мембране. Но это связано с рядом ошибок, которые были допущены на этой кровле. То есть, это высота контрабруса, потому что на малых уклонных кровли использовать контрабрус надо было в этом случае 100 мм. Второе, плохая вентиляция подкровельная, то есть, плохой забор воздуха и плохой выход этого воздуха, то есть, плохая вентиляция. Ну и, соответственно, на таких кровлях молоконных должна быть обязательно сплошная обрешетка. Ну а если бы там была еще и мембрана, то я уверен, что 90%, наверное, что этого конденсата бы не было. Ну и, ребят, вот еще одно короткое видео. Это видео у нас одно из первых на канале по поводу конденсата и объема диффузионной мембраны. Посмотрите, и дальше мы обсудим. Можно снимать. Играет музыка. Объемная диффузионная мембрана, или структурированная, что мы в самом начале обсуждали, выглядит она вот так вот. Это обычная диффузионная пленка, и на нее наклеен структурированный мат. Что же в этом ролике происходит? Как и в предыдущей крыше с мансардными окнами, только на этой кровле, сквозь кровлю, выходят вентиляционные трубы. И мы вскрывали участками крышу, чтобы потом оттуда вышла труба, и мы уже сделали фартук, обход трубы. И когда мы вскрывали эту крышу, как вы видите, на металле и на мембране был конденсат. То есть вот такая вот мембрана. У меня есть кусочек. Это самая структурированная мембрана, когда мы в самом начале говорили, или ОДМ. Очень много тоже конденсата. То есть я предполагаю, что в этом ролике почему там образовался конденсат. Все потому, что есть у структуры, у этой, объем, где также, исходя из того, что, как говорят производители ОДМ, что она вентилирует подкровельное пространство. На самом деле, возможно, и вентилирует, но, судя по видео, это было не видно. То есть конденсат там очень есть обильный. Попадает воздух, соответственно, тоже влажный, между металлом и самой диффузией. И образовывается конденсат. То есть если бы там лежала бы обычная диффузионная мембрана без вот этого структурного мата, то я уверен, там бы такого количества конденсата не было бы. По поводу ОДМа. То есть даже в наших СНИПах написано, что если вы применяете плиты ОСП или влагостойкой фанеры, вы должны использовать объемно-диффузионную мембрану структуированную. Но здесь вопрос очень спорный, потому что у нас были объекты, где была фанера, и мы использовали обычную диффузионную пленку, не ОДМ. И тоже по прошествии какого-то времени тоже вылазила труба вентиляционная. Мы приходили, вскрывали, и там было абсолютно сухо. То есть, причем я сказала выше, что если бы в том ролике лежала обычная диффузионная мембрана, то этого конденсата бы не было. Потому что из своего опыта мы вскрывали такую кровлю, и там было абсолютно сухо. И я могу сказать так, что очень многие используют именно ОДМ, потому что прописано в наших ГОСТах, в наших СНИПах. Но я не знаю, кто эти ГОСТы и СНИПы пишет, какой человек или какие люди, но, по-моему, они очень сильно ошибаются. Поэтому я считаю, что изменения в наши СНИПы, в наши ГОСТы, в наши своды правил надо менять. Еще, если вы заметили, в этих нормах упоминается такая мембрана, как геотекстиль. Да, был один объект, где мы применяли геотекстиль. Мы тогда сами не понимали, зачем, для чего это нужно, потому что геотекстиль, он реально очень впитывает много влаги, и, мне кажется, от него будет больше проблем, чем пользы. Поэтому я не рекомендую тоже использовать геотекстиль в качестве разделительного слоя. По поводу битамосодержащих ковров. Мы использовали несколько раз, и какой же минус битамосодержащих ковров мы на своих объектах видели. То есть, когда вы застилаете битамосодержащий ковер, мы использовали баудер, использовали, по-моему, какой-то андереп уже давно, да. И какой минус от этого битамосодержащего ковра, что, когда вы, допустим, часто ходите по нему, да, когда вы монтируете кровлю, то верхний слой, такой, так называющий, армирующий, да, он стирается. И тот самый битамосодержащий, если вы особенно работаете летом, то он прилипает к подошве, вот, и разносится по всей кровле, который потом очень сложно смывается. Ну и, ребят, давайте какие-то подведем итоги. Я скажу из своего опыта. То есть, мы, когда общаемся с заказчиком, мы объясняем ему по поводу разделительных слоев, какие есть плюсы от нее. И если заказчик уже выслушивает и понимает, то и говорит, что давайте мы будем тоже использовать разделительный слой, то мы его используем. На практике мы, наверное, в 99% используем этот разделительный слой. И в основном у нас, конечно же, применяются диффузионные пленки. Ну и, ребят, на этом все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Всем пока!